У нас была семья интеллигентов, мама преподавала, кандидат химических наук. Ей, конечно, наверное, тоже очень хотелось бы, чтобы я занималась наукой. Когда пришел выбор в профессии, хотела пойти в шитье, но у нас же вот я единственная медалистка была в классе. И как-то мне учителя, ну, шитье, это знаешь, это как-то несерьезно. Пошла в прикладную математику, тогда было очень это модно, такая элитная специальность считалась, прикладная математика. Закончила и ее с отличием. Шить я всегда любила, и всегда у меня параллельно шло по жизни математика и шитье. Например, как сошьешь что-нибудь такое, да, а там бабушка, прабабушка, все соберутся, ты посмотри, как она хорошо шьет. Ты посмотри, какие у нее стишки, ровненькие, аккуратненькие. А это все на ус наматывается же, да, думаешь, ну, хорошо, значит, я что-то умею делать. Очень быстро получается достичь какого-то результата, когда тебя хвалят. Вот сейчас вот дети спрашивают иногда, ой, а на нас это хорошо сядет? Я говорю, знаете что, я в свое время крылья самолетов краила, не то, что там это платье. Закончила институт, поступила в аспирантуру. В аспирантуре, кстати, бывает много свободного времени. 22 года хочется очень красиво одеваться, да. Я же не училась, получается, шить. Кто мой учитель? Это вот школа, очень много у меня из школы пришло моих знаний по шитью. Потом журнал Бурда, в Ташкенте тогда открылся центр Бурды. Вот заходишь в этот центр Бурды, и все там есть. Вот царство для партии них, для рукоделец. Каталоги все, журналы все, такие ткани их специальные уже собранные, наборы такие. Сшила себе сразу из Бурды такой яркий, красивый, из цвета фуксии плащ. Сразу же начали приходить хорошие клиенты. Вот не знаю, почему-то очень мне доверились. Мне кандидаты наук были, потому что я же из института. Это были завкафедры. Меня же в моих глазах, они меня и поднимали. Каждый клиент меня учил шить. Я научилась слушать клиента. Что он хочет, как он хочет. И на каждой примерочке вот это все вот уловить, эти тонкости, это каждый клиент меня чему-то научил. Самое большое признание, если они придут завтра с новым заказом. Это же, знаете, каждый заказ, это как вот прям вот шарик, да, и вот иголочка. Ну как вот, да, вот иголочкой. Ну как? Супер. Вот скажут супер, и я спокойна. Значит, будет еще заказ. Сколько ты отдашь, столько ты получишь обратно. Поэтому я не боюсь отдавать. Вот я максимально отдаюсь, максимально. Я знаю, что все это вернется еще даже больше. Мне это эмоции подпитает. Потом я всю жизнь буду смотреть вот на это все, радоваться, гордиться. Я больше шью сценические костюмы. Почему это мне больше всего нравится? Потому что такого нигде не купишь. К сценическому костюму немножечко другие идут требования. Платье должно быть танцевальное. Им должно быть удобно в танце. Оно не должно быть такое прям нагроможденное, нагроможденное, облегченное. Руки должны подниматься, развиваться должно красивенько. Бывают такие заказы. Вот три дня, 33 костюма можно сделать? А что такое 33 костюма? Это значит несколько единиц. Это халат, это фес, это фарланта. Это иногда и штаны, и платья, и еще что-то, да? И подъюбник еще. Все наше богатство нужно использовать и показывать. Это все стало более так доступно. Ну, хорошо, сшили мы первые самые костюмы, там, зеленые, с монетками, с тесьмой. Ну, хорошо, сшили красные тоже, с тесьмой, с монетками. Ну, сколько это может продолжаться, да? И хочется же нового. Развиваются танцы, а костюм тоже развивается. Я записалась на курсы по вышивке. Курмаева, Венера нам объясняла эти орнаменты, расшифровку этих орнаментов. Копчакова обучала ручной вышивке. Именно ради этого я и обучилась, чтобы потом как-то применять, чтобы на языке художников объяснять, что я хочу видеть. И с художниками мне удобно работать с теми, которые умеют шить. С Майорейханом Люмановой мне очень удобно. Она сама шьет, она сама... Она не нарисует что-то такое вот невероятное, что невозможно сшить. Она нарисует так, чтобы мне было понятно, как это потом превратить в технический рисунок, потом уже в выкройки. И Линьеве Лиляева, она точно так же умеет шить. Самые необычные костюмы – это для меня все костюмы для Джан Лесес. Они все необычные. Этот конкурс был очень яркий, очень мощный. Все же знаем, что развитие происходит, когда есть спрос и есть предложение. Вот спрос – это костюмы на Джан Лесес. Вот мне кажется, Джан Лесес очень большой, мощный толчок давал. Потому что уже рождаются эти новые костюмы, там вот и много нового получалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Творчество – это большая ответственность, потому что вот сможешь ты, понравится ли это все, правильно ли я сделаю, хорошо ли я сделаю. А в это время у меня Эркес Гейтаман не явление десен, не ули десен. Пока вот не сделаешь этот заказ, пришла к такому выводу, что вот очень вот этим творчеством заниматься – это мое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова когда нужный. Когда их стало много, этих костюмов, они появляются то в журналах, то в газетах, то на телевидении. И вот так вот он сидит кому-нибудь, если рядом кто-то. Это не яра делала. Да, он тоже должен был поверить. Каждый должен был поверить. Жили в Узбекистане, видели, как развивается это все у узбеков, что вот начиная с маленьких-маленьких тебочек, они уже танцуют под руководством балерин, свои национальные вот эти вот ханатласных платьишки, как куколки. Думаю, ну почему у нас такого нет? И когда вот это все я смогла увидеть здесь и нашла применение именно вот здесь, на родной земле, в Крыму, и развитие, не то что применение, а развитие вот этого всего, и то, что это востребовано, для меня это такое счастье. Большая часть в этом процессе именно лежит на обычных портнихах, как я себя называю, я самая обычная портниха. Поэтому, ну как говорят, не боги горшки обжигают, вот с этим девизом надо и жить. Кто-то это делает, вот обычный человек, такой же, как я, сидит, кроит, шьет, поет, и получается такой результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова